МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационный вечер на канале СТВ. В студии Игорь Поздняк. Здравствуйте. И коротко к этому часу. Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет завтра в Минске. И встретятся президенты таможенной тройки. Как в жизни работает интеграция? Материал Ольги Юруть. Минск и Ницца становятся ближе. Что могут предложить друг другу Синьокая и Французская Ривьера? И сколько стоит добраться на новом авиарейсе до Лазурного берега? Расскажет Ольга Макей. 11 дней до первого вбрасывания от дипломата оценили готовность Минска к чемпионату мира по хоккею. Екатерина Желянина побывала на главной арене предыдущего форума. Лучший повар Беларуси работает в школьной столовой. Предлагают ли детям на обед победные банкетные блюда? Узнавала Анастасия Буд. Минск станет центром большой политики. Завтра в белорусской столице пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета. Президенты Беларуси, Казахстана и России обсудят результаты подготовки к подписанию договора о создании Евразийского экономического союза, а также реализации дорожной карты по присоединению Армении к Таможенному союзу и единому экономическому пространству. Кроме того, запланированы двухсторонние встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным и Нурсултаном Назарбаевым. Форум пройдет под председательством президента Беларуси. Преимущества большой интеграции накануне большого саммита оценила Ольга Веруть. Запоминающийся облик, комфорт и надежность трамвая обещает белорусский производитель. Его впервые покажут широкой публике в Минске в дни чемпионата мира по хоккею. Однако интерес к новинке на рельсах уже проявляют покупатели из России и Казахстана. Продвигать новый продукт на рынке стран таможенной тройки стало не только проще, но и более прибыльно. Упрощается вся система, потому что она становится одинаковая. И если раньше приходилось почти к каждому городу приезжать и там свои определенные условия, то сегодня мы при унификации вот этих подходов, безусловно, это открывает очень широкие возможности. Нам проще, конечно, будет участвовать во всех тендерах или конкурсах, потому что они уже в одинаковых условиях. Два десятка лет за рулем его жизнь дорога и время, проведенное в пути, это не всегда километры. Очереди на границе и многочасовые ожидания, чтобы получить документы. Свой личный интерес водитель-дальнобойщик уже ощутил и от таможенного триединства, и от единого экономического пространства. Убрали таможню из границы Белоруссии с Россией. Уже не тратится время попусту, там и по пять часов прохождения было. Заехал, там весовой контроль прошел, транспортная инспекция отметила разрешение и поехал дальше. Там 10-15 минут занимает. Мелкие фирмы, они ушли даже с Европы, не стали работать, а перешли именно на Россию работать, на Казахстан. Таможенный союз и единое экономическое пространство уже действуют. Важный рубеж для более значимого сближения Евразийский экономический союз. Этот знаковый для интеграции проект планируют запустить уже с будущего года. Сейчас активно готовят документальную основу. Текст регулирующего договора, по которому будет действовать новый формат единения, планируют рассмотреть уже завтра. Здесь, в Минске, встретятся президенты Белоруссии, Казахстана и России. В повестке дня и реализации планов мероприятий по присоединению Армении к Таможенному союзу и единому экономическому пространству. Кроме того, запланированы встречи тет-а-тет Александра Лукашенко с Владимиром Путиным и Нурсултаном Назарбаевым. Договор о создании Евразийского экономического союза намерены подписать в конце мая в Астане. Поэтому встреча в Минске чем не повод сверить позиции. Ведь собственную выгоду от нового объединения видит каждая из стран. Если будут отменены вывозные пошлины на нефтепродукты, наша страна получит дополнительно около 3 миллиардов долларов. И кроме этого, переработка нефти на территории нашей страны станет чрезвычайно выгодной. На заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств вряд ли удастся обойти тему торгово-экономического сотрудничества между нашими странами. Наверняка будет разговор и об инвестпроектах. Ольга Юруть, Вероника Кондратюк, Валерий Науменко, Дмитрий Травин. Телекомпания СТВ. Алла Цупер и Антон Кушнир передали в Музей современной белорусской государственности Олимпийские медали, Ордена Отечества и те самые костюмы, в которых они покоряли Олимп в Зимнем Сочи. Напомню, на главном старте четырехлетия белорусская сборная завоевала шесть медалей, пять золотых и одну бронзовую. Наши олимпийцы установили рекорд по числу наград высшей пробы за всю суверенную историю, превзойдя прошлое достижение летней Олимпиады 2008-го в Пекине. До конца не осознаю, что я стала олимпийской чемпионкой, но когда начинаешь вспоминать соревнования в Сочи и думаешь, наконец-то это свершилось, и я сделала это. Конечно, приятно находиться здесь, что пригласили на такое мероприятие, и я думаю, будет интересно людям посмотреть на наши олимпийские медали, посмотреть, в чем мы выступали. Честно скажу, честь такая даже в музее оставить для того, чтобы люди смотрели, потому что мои близкие люди, товарищи, которые приходят домой, спрашивают медаль, а здесь, получается, люди могут приходить и себя наблюдать, и смотреть. Я даже некоторые награды посмотрю дома и оставлю здесь на постоянное время. Беларусь открывает Ниццу. Сегодня из Минска отправился первый самолет в этот французский средиземноморский порт. Добраться по воздуху из белорусской столицы на Лазурный берег теперь можно без пересадок и всего за три часа и двадцать минут. Билеты на первый рейс полностью распродали еще накануне, а в Белове рассчитывают, что этот воздушный мост будет популярен как среди туристов, так и среди бизнесменов. Что могут предложить друг другу Синеока и Французская Ривьера? Репортаж с высоты 10 тысяч метров от Ольги Макей. На табло вылетов в национальном аэропорту сегодня появилось название нового пункта – город Ницца. Теперь трижды в неделю из белорусской столицы можно добраться до Французской Ривьеры, а раньше лететь приходилось с пересадкой в других странах. А пересадки порой превращались в настоящее испытание, делится Мария. Мама четверых детей в Ниццу летает часто, не отдыхать. Ребята изучают там иностранные языки. Это всегда сопряжено было с риском не успеть на следующий рейс, если это были короткие стыковки. Это утомительное ожидание в аэропортах. И очень часто приходилось выдерживать гораздо более длительное ожидание в силу опоздания или забастовок. Теперь на Средиземноморское побережье можно добраться за 3 часа 20 минут. Стоимость перелета туда и обратно – 302 евро. Востолько же обходится путь, к примеру, до Парижа. Мы рассчитываем не только на прямых пассажиров между Ниццей и Минском, но и в значительной степени на транзит. И анализ продаж и на первый рейс, и на ближайший рейс показывает, что наши расчеты оправдываются. Рейс уже на сегодняшний день пользуется достаточно большим спросом. Борт инаугурационного рейса, а именно так авиаторы называют первый полет, заполнен до отказа. Если желающих летать в Ниццу станет больше, авиакомпания даже готова предоставить самолет большей вместимости – новый Embraer 195, который пополнит флот уже на этой неделе. На борту 76 пассажиров. И сейчас мы попытаемся попасть в святая святых, кабину пилотов. Они сегодня выполняют первый полет. И сейчас мы у них поинтересуемся. Здравствуйте. Мы вас немножко отвлечем. Расскажите, вы сегодня выполняете первый полет в аэропорт Ниццы. Насколько это сложно? Может быть, есть какие-то тонкости технические? Аэропорт Ниццы очень своеобразный. Он окружен виллами миллионеров. И в этой связи налагаются значительные ограничения по шумам. То есть доход должен быть выполнен так, чтобы не проснулись необитатели этих вилл. И чтобы не испугались их ержевские терьеры. Из кабины командир корабля размахивает белорусским флагом. Такова традиция. Третий по пассажиропотоку во Франции аэропорт Ницца-Лазурный берег торжественно встречает первый борт. Мы наслышаны о предстоящем чемпионате мира по хоккею в Беларуси. Я уверен, что в Минск приедет накануне немало туристов из Франции. Впереди вас ожидают грандиозное событие. Через воздушные мосты к прочным экономическим связям деловое сотрудничество с регионами Лазурного побережья отнюдь не заоблачная перспектива. Требо означать, что регион Ницца это перед всем регион, где находятся предприемства с высокотехнологичным складом. Мы повинны видать, что тут довольно значительные предприемства, которые занимаются вытворчеством для аэрокосмичной голены. Специалисты рассчитывают, что это направление у белорусов будет популярным не только благодаря тому, что здесь на Лазурном берегу 300 дней в году светит солнце. Уже ближайший рейс из Ниццы в Минск отправится с портфелями деловых контактов на борту. Останется лишь превратить их в контракты. Ольга Макея, Илья Пучко, телекомпания СТВ, Минск, Ницца. Сегодня в Министерстве связи и информатизации обсуждали итоги первого квартала работы ведомства. В коллегии приняли участие премьер-министр Михаил Мясникович и помощник президента Всеволод Янчевский. Главной темой обсуждения стала новая роль министерства в решении задачи ускоренной информатизации страны. Премьер-министр акцентировал внимание на необходимости развития услуг в этой сфере. Особо Михаил Мясникович подчеркнул новую активную роль, которую должно играть министерство в информатизации по всем направлениям от образования и медицины до промышленности и сельского хозяйства. Фактически оно должно стать своеобразным штабом информатизации. Помощник президента Всеволод Янчевский отметил, что в информатизации нет смысла искать своих особых путей. Необходимо прежде всего опираться на мировой опыт, учитывая достижения и ошибки тех, кто пошел этим путем раньше нас. В этой связи новая стратегия информатизации должна выйти за узкие ведомственные рамки, охватить всю сферу информационных технологий и цифровой экономики, а также учесть опыт наиболее продвинутых стран, таких как США, Южная Корея, Сингапур и Израиль. При этом, как подчеркнул помощник президента, обсуждение новой стратегии необходимо сделать максимально открытым, привлечь к нему как можно более широкий круг участников, не только чиновников, но и предпринимателей из IT-сектора, ученых, экспертов, причем как отечественных, так и зарубежных. Мечты сбываются. Борисовские художники и скульпторы помогут ребенку с тяжелым заболеванием. В доме усадьбы мецената Колодеева прошел первый благотворительный аукцион. Выставляли работы местных мастеров, а вот вырученные деньги направят на благое дело. Анастасия Бенедесюк продолжит. Мечты должны сбываться. Диме 18, у него ДЦП, но это лишь диагноз в медицинской карте. В жизни он общительный и телеустремленный. По-другому не скажешь, как никак самостоятельно овладел компьютером, освоил просторы всемирной паутины, где нашел много друзей. Борисовчанин мечтает только об одном. Очень хочется ему покупаться с дельфинами, потому что дельфинотерапия настолько помогает детям и в плане снимает депрессию, больше начинается общение у детей. И пусть город родной Димы у всех ассоциируется с городом промышленным, думается, теперь мнение белорусов может измениться. Накануне в доме усадьбы крупного мецената Колодеева прошел первый благотворительный аукцион. И, как уверяют организаторы, это мероприятие станет доброй традицией. Явление первый раз такое происходит в городе Борисове и является таким благотворительным проектом. И надо сказать, что откликнулись. Откликнулись очень многие. И, в принципе, могло быть даже больше картин. Это только первая ласточка. Сегодня мы оказали помощь одному ребенку. В следующий раз мы поможем еще кому-то. Великолепная пятерка борисовских художников Ольга Головко, Борис Цатуров, Татьяна Календерет, Сергей Рогачев и Виктор Белов выставил на аукцион свои лучшие работы. Желающих приобрести чудо произведения своих земляков нашлось немало. А вот Елена даже выкупила картину мужа. Когда стал вопрос о том, что это будет аукцион, мы решили поучаствовать. Таким, так сказать, двойным образом. Он обойдет именно на эти цели, благотворительные цели. Чем больше людей об этом будут знать, чем больше людей будут в этом участвовать, тогда не надо будет сидеть архитектору и думать, нам сделать пандус или не сделать. Это стоит той культурой, которая сегодня, вот, ну, какая-то часть мира, да, она уже сделала своей. Мы просто должны помогать. Мы просто должны делиться какой-то частичкой своей души. Чьи-то мечты сбываются, для кого-то так и остаются мечтами. Подобных благотворительных аукционов в промышленном Борисове будет еще много. А значит, еще ни у одного человека будут гореть глаза от счастья. Анастасия Бенедесюк и Антон Филанович, телекомпания СТВ. До чемпионата мира по хоккею в Минске остается менее двух недель. Болельщики и участники турнира уже начинают съезжаться в Беларусь. А сегодня возможности главной площадки мирового первенства, Минск-арены, оценили дипломаты, те, кто представляют интересы десятков стран нашей республики. Где же представили и лучшие детские рисунки на хоккейную тему. Их авторы победители республиканского конкурса. А вот наш телеканал помог их художественный замысел воплотить в мини-мультфильмы. Таким образом, картинка ожила. Репортаж Екатерины Желяниной. Первые гости чемпионата уже в Беларуси. Несколько сотен человек по билетам и аккредитациям пересекли нашу границу. Безвизовый режим работает с 25 апреля на платных участках дорог для гостей турнира привилегии. В пунктах пропуска для болельщиков всеудобства. Специальные коридоры будут выделены в 14 основных автодорожных пунктах пропуска. Найти будет несложно специальные коридоры, поскольку они обозначены официальным логотипом чемпионата мира по хоккею. Мы думаем, что процедура на одного человека будет занимать не больше двух минут по оформлению в этом канале. Люди в форме обещают работать быстро, свести к минимуму потери багажа, зато обеспечить максимальную безопасность. В общем, все то, что так важно для туристов. Будет оказана бесплатная медицинская помощь участникам чемпионата, которые имеют оригинальный или электронный билет. Помощь будет оказана, пока не будет устранена угроза жизни пациента. Это первое. И второе, если будет возможна транспортировка этого пациента в организацию здравоохранения или в страну его проживания. Каждую бригаду медиков усилят англоязычные специалисты. В приемных покоях будут дежурить врачи, свободно владеющие иностранным. О том, как белорусы будут принимать гостей, сегодня рассказали дипломатам. Я впечатлен, конечно, подготовкой Минска и Белоруссии к чемпионату мира. Я убежден, что белорусский народ справиться с этим вызовом, большим спортивным и туристским вызовом, прекрасно. Экскурсия по спортивному комплексу и выставка детских рисунков. Хоккейные сюжеты на главной арене турнира. Существуются две команды. Игрок номер 12 нападает на игрока номер 10, который защищает в это время ворота. Это площадка на улице, недалеко от дома. Там растут деревья и мальчикам вздумалась там поиграть. Девятилетняя Ання нарисовала хоккей. Она среди победителей детского конкурса. Самые яркие картины на открытках и в телеэфире. Хоккей из сборной Беларуси забрасывает шайбу в ворота соперника. Счет, кстати, уже 4-0. Это картина 16-летнего Сергея Самусевича «Победный гол». Так рисунок выглядел в оригинале. А вот так выглядит уже анимированная версия. Телеканал СТВ решил продлить запечатленные на детских рисунках мгновения. Впрочем, тот, кто не успел прислать свое произведение на этот конкурс, может побороться за призы нашего канала. Лучшие детские рисунки или фотографии на хоккейную тему выбирает утро студия хорошего настроения. Среди призов заветный билет на трибуну. Екатерина Желянина, Сергей Капустин, Сергей Курков, телекомпания СТВ. Но хорошее настроение к гостям белорусской столицы обещают и в зонах гостеприимства. Буквально рядом с одной из них, в самом сердце белорусской столицы, около Немеги, открылся самый сладкий магазин. Знаменитая не только в Беларуси коммунарка предлагает попробовать шоколадные шайбы и даже коньки, а также ввести с собой килограммы других лакомств. Илона Волынец оценила. Иностранные гости, которые совсем скоро приедут в Минск на чемпионат мира по хоккею, не смогут отказаться от сладких сувениров. Обязательно придутся им по вкусу. Накануне хоккейного первенства кондитерская фабрика коммунарка готова удивлять. Новый фирменный магазин разместился в самом центре Минска, на проспекте Победителей. Для первых покупателей бесплатная дегустация и, конечно же, подарки. Мы полностью этот магазин перевооружили, скажем так. И представили здесь покупателю и весовую конфету, и фасованную конфету. Сегодня представлена широчайшая линейка шоколада. И 200 грамм, и 100 грамм, 20, 50. Белорусские дизайнеры предлагают туристам изучить достопримечательности Минска по конфетам. На обертках знаковые объекты столицы. Чем не сладкая альтернатива привычным магнитикам? Всего же фабрика выпускает порядка трехсот наименований кондитерских изделий. Мы начали, конечно, с января месяца уже производить продукты к чемпионату мира по хоккею. И каждый месяц мы увеличиваем производство. А для тех, кто ищет что-то особенное, эксклюзивная продукция ручной работы на заказ. Кстати, цены не менее вкусные. На 10-15% ниже, чем в розничной сети. Здесь же можно заглянуть в шокобар, выпить чашечку горячего шоколада или кофе. Магазин очень красиво оформлен, интересный. И вообще коммунарка, мне кажется, славится по всему миру. Фирменные магазины это привлекает людей, потому что это хочется что-то особенное, что-то национальное взять. Стенд нас очаровался вот этой продукцией, которая для чемпионата по хоккею. Такая фантазия проявлена. Незюженные, молодцы. Впервые в практике предприятия решили внедрить формат самообслуживания. Специалисты не сомневаются. Новый фирменный магазин обязательно оценят зарубежные гости. А во время чемпионата мира по хоккею шоколадница отлично дополнит зону гостеприимства, которая будет организована на проспекте победителей у Дворца спорта. Илона Волонец и Максим Суцукевич Телекомпания СТВ А вот лучший повар в Беларуси, как выяснилось, работает в школьной столовой. И не кривко из Новополоска жуи республиканского конкурса безоговорочно присудила победу. На высшую ступень пьедестала она поднялась с блюдом стерлеть по-царски. Вот только отведать ее закуски удается далеко не всем. Анастасия Буд задалась вопросом, почему? Дети, приятного аппетита! Спасибо! И на кривко трудится в школьной столовой уже 15 лет. И за все это время она ни разу не думала о смене места работы. Говорит, что дети самые привередливые дегустаторы. Поэтому ее главная задача угодить каждому. И такую сверхцель ученики первой гимназийного полоска ценят высоко. Своих поваров они хвалят на перебой. Аппетитно и всегда сытно. Вкусная еда, сытная. Все время оригинально разложена. И всегда не пересолена, не досолена. В общем, нормально. Я здесь едаю до конца с уборщ. Мастерство Инны Ивановны по достоинству оценили не только дети, но и профессионалы кухни. Совсем недавно на республиканском конкурсе кулинарного искусства и сервиса в своей категории новополочанка оказалась лучшей из лучших. Продукты у нас у всех одинаковые для детского питания. Для конкурсов используются другие, более дорогостоящие продукты. Поэтому этим приходится заниматься либо дома, либо после работы. Банкетными победными блюдами, конечно, Инна Ивановна гимназистов не почует. Придерживается общепринятых норм питания. Не избалованных и муж с дочкой. Времени на изыски у мамы-повара дома практически не остается. Дома готовить некогда. Муж в основном сам готовит. Говорит, друзьям стыдно сказать, где жена работает и кем. Гордятся Инна Ивановна и ее коллеги. Ее опыт и старания многих из них сделали настоящими профессионалами. Она мой учитель, наставник. Я сюда пришла только закончивши курсы. Я устраивала, когда я пришла рабочей. Инна Ивановна вдохновила. Закончила курсы и стала поваром. Естественно, после победы на престижном конкурсе посыпались предложения из разных заведений Полоцка и Новополоцка. Заманивали и упрощенным графиком работы, и высокой заработной платой. Но у Инны Ивановны свои приоритеты. Были предложения и в рестораны, и в столовые, может быть, в кафе какие-то. Но хочется все равно, хочется работать именно в школьной столовой. И как бы пафосно это ни звучало, Инна Ивановна говорит, благодарность детей и довольные улыбки на их лицах после вкусного обеда ей дороже любых похвал. Анастасия Бут, Сергей Квалкин, телекомпания СТВ, Витебская область. Это все к этому часу. Далее новости главного города страны в программе «Столичная подробность» и информационный итог дня, как всегда, за полтора часа до полуночи. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok